Всем привет на моем канале! Я сегодня хочу вам показать свой новый, очень интересный для меня процесс алмазной вышивки и алмазной выкладки. Я начала буквально вчера вечером выкладывать новую картину. Очень мне понравилось, конечно, работать именно с такой картиной. И это вот такая прекрасная белочка. На заднем фоне возле меня мой лаки, домашний питомец, чихает, играет, не обращать внимания на посторонние звуки. Вот такая яркая белочка на зеленой веточке сидит. Возле нее, вокруг нее, точнее, зеленые листья, орешки. И она грызет тоже очень вкусный орешек. Вот такую красотку я начала выкладывать. Она выкладывается круглыми стразами. Я в последнее время выкладывала много разных картин квадратными стразами. И, если честно, они мне приелись. И я переключилась на круглые стразы и на стеклянные или спец. Беру любые сейчас картины в работу, кроме квадратных страз. Значит, размер этой картины 30 на 40. Я сейчас сниму бумагу и покажу вам саму картину без выкладки. Кусочек листа оторвался. Вот такая полосочка осталась. Посмотрите, какая шикарная и крутая эта белочка. Как она красиво смотрится. Она прям такая большая. Большие орешки, большие листья. Эта картина очень легкая в выкладке. Именно потому, что здесь идет фон. Он выкладывается почти одинаковыми стразами. Там буквально несколько видов страз. Посмотрите, здесь вот, например, плюсиков много рядом. Потом буква А тоже много. Это все фон идет. На зеленом фоне у нас сидит рыжая. Вот такая большая белочка. И вокруг нее зеленые листья. Листья и белочка, конечно, выкладываются разными стразами, разными оттенками. Здесь много переходов. Я думаю, картина будет смотреться очень круто. Я ее купила на Алиэкспресс еще в прошлом году. Когда увидела, сразу она мне понравилась и заказала. Больше полгода она у меня пролежала в моих запасах. И пришлось ее время. Еще здесь, смотрите, картина идет вот так по длине нашего полотна. А выкладку мы делаем горизонтально. Наоборот, вот так. Потому что все символы обозначены на полотне. Именно таким способом. Здесь очень хороший липкий слой. Прям супер хороший. Несмотря на то, что картина пролежала полгода или даже больше. Потому что я покупала ее еще вроде бы прошлой весной. Пролежала в запасах, в коробке. На липкий слой это совсем не повлияло. Вот такую красотку я начала выкладывать. Здесь видно вот. Я уже немножко выложила вот этот угол вчера вечером. Смотрела фильм и выкладывала эту прелесть. Очень довольна. Конечно, круглыми стразами очень легко и просто выкладывать картины. Также для новичков я бы посоветовала начинать с круглых страз. Потому что это намного проще, легче и быстрее все делается. Почему я не очень довольна в последнее время квадратными стразами? Потому что я делала свои последние работы в 2021 году именно квадратными стразами. И они у меня вставали дыбом. Прям выскакивали с этой картины. Ой, вообще, сколько было как-то проблем. Конечно, эти все картины буду покрывать лаком. Но мне как-то поднадоели очень квадратные стразы. Но я думаю, это пройдет. И опять к ним вернусь. Как вы знаете, у меня в запасах есть много разных картин алмазной вышивки. Одна большая коробка с картинами. Даже уже две коробки. Меня спрашивали в комментариях, куда так много картин. Зачем покупать так много запаса. Я скажу, мне это нравится. Потому что всегда есть, во-первых, из чего выбрать. И поняла еще в последнее время один большой плюс таких запасов в том, что, смотрите, мне надоели квадратные стразы. Я захотела выкладывать что-то другое. И я залезла в свои две коробки с запасами. Перебрала все картины. Посмотрела, что я хочу выкладывать. Много из того, что есть, я отложила на... Попозже буду выкладывать их. Может, весной начну. Отобрала примерно 4 или 5 картин, которые я хочу уже начинать выкладывать. Понимаете? Большой плюс в том, что надоели квадратные стразы. Я взяла круглые или спец стразы. Всегда хорошо, когда есть запас и выбор. Это любимое хобби. Это, конечно, должно приносить удовольствие. И я считаю, что запасы хоть небольшие, хоть там 2-3 картины, но они не должны быть. Но это лично мое мнение. Кто-то покупает одну картину, выложил стразами, заказывает другую. Я, конечно, немножко делаю все по-другому. Также сейчас хочу вам показать стразы от этой картины поближе. Здесь, кстати, идет 35 цветов. Это как раз, я считаю, серединка. Немало и немного. Как раз хорошо. Будет интересная, яркая, сочная картина. Вот такие стразы идут к этой картине. Как вы видите, здесь много разных оттенков. Зеленого, светло-зеленый, темно-зеленый, горчичный. Много цветов. Черный, вот такой большой пакетик черных стразиков. Также много рыжих оттенков. Персиковый, светло-желтенькие. В общем, красота. И очень большой плюс в том, что все стразы сразу же идут в зип-пакетах. Я это очень люблю. Потому что эти маленькие пакетики, которые идут лентой, конечно, меня немножко напрягает. Но уже как есть. Вот такие зип-пакетики. Это вообще круто. Не надо ничего пересыпать. Уже все готово. Просто оббери, выкладывай и наслаждайся. Какой именно набор инструментов сюда идет, я не помню. Потому что я от картин собираю все наборы инструментов в одну коробку. И пользуюсь несколькими наборами. По-моему, вот такой там тоже был лоточек большой. Стилус вот такой синий. Масло для стилуса. И серый тонкий пинцет. По-моему, так. У меня как раз сейчас есть часик свободного времени. Потому что я сегодня целый день тоже снимаю видеорецепты на основной канал. Ну а сейчас отдохну. Посмотрю какой-то фильм. И буду выкладывать вот эту картину. Просто буду наслаждаться. Потому что когда я вчера начинала вот здесь уже выкладку, мне безумно понравилось. Кому интересно, всем советую приобрести вот такую милоту. И наслаждаться выкладкой. Ссылочку на эту картину я оставлю под этим видео. Покупала на Алиэкспресс. У нас продавец Эверншайн. Вот здесь указано. Так что так. Обязательно еще буду показывать в следующих видео процесс выкладки. Как у меня движется работа. Что получается. Мои впечатления. Так что так. Спасибо, что сегодня были со мной. До новых встреч. И всем пока.